В музее давно были планы создания экспозиции, которая бы рассказывала о мировой политической истории. Долго музей подходил к реализации этого проекта и, наверное, активная стадия реализации у нас началась осенью 2017 года, когда был написан первый вариант концепции в экспозиции «Россия и мир». Нужно представлять себе, что два последних века мировой истории – это крайне напряжённый и насыщенный мировыми событиями период мировой истории. Огромное количество материала было отсмотрено, огромное количество вариантов подходов теоретических было проработано. Почему? Мы когда говорим о мировой истории, мы можем использовать те или иные подходы, те или иные контексты. Мы можем смотреть на это с точки зрения консервативного подхода, если мы берём международные отношения, или с точки зрения либерального подхода. И поэтому вариантов может быть огромное количество, какие события брать, что показать на экспозиции, на каком процессе лучше остановиться, о чем рассказать. Вот этот выбор, он был, конечно, очень сложный, потому что, с одной стороны, да, тебе хватает собственных знаний, которые ты получил на ИСТФАКе, на факультете политологии, но в целом приходится возвращаться к источникам, да, к материалам, про которые тебе, может быть, никогда не рассказывали, то есть это монографии и на иностранных языках, ну, прежде всего, на английском, и к самым последним работам отечественных историков, политологов, ну, исследователей, да, в широком смысле этого слова, поэтому работа, конечно, была очень большая. Работа была тяжелая, здесь отдельно нужно поблагодарить еще Фонд Истории Отечества за финансовую поддержку, которую нам фонд оказал, и работа велась несколькими такими этапами, то есть сначала создавался аквариум, так называемый аквариум, это большая витрина в 34-м зале, она создавалась преимущественно в конце 2019 года, и значительная часть материала уже тогда прошла, что называется, примерку на экспозицию, а вторая часть экспозиции создавалась уже в 2020 году, и, конечно, очень большие коррективы пришлось нести из-за коронавируса, потому что первоначально открытие экспозиции планировалось в июне, 19 июня по внутреннему приказу мы должны были сдать вот эту экспозицию, открываемую для посетителя только сейчас, 27 ноября, да, вот посчитайте сами, сколько из-за коронавируса, какую паузу нам из-за коронавируса пришлось сделать. Я думаю, что мы, когда начинали работу над проектом «Россия и мир», мы не понимали весь тот объем из те сложности, с которыми нам придется столкнуться. Во-первых, мы думали, что мы сможем получить большое количество материала из внешних источников, ничего подобного, неправда, значительная часть ведомственных музеев, она не очень, даже, то есть, музеев не Министерства культуры, она не очень активно готова сотрудничать. Отдельное большое спасибо архивам системы Министерства иностранных дел Российской Федерации, потому что они предоставили нам различный копийный материал по ключевым договорам, соглашениям, в которых участвовала Россия двух последних веков. Это тоже нам очень сильно задачу облегчило. Были какие-то организации, партнеры, которые приходили нам на помощь, но в целом подбор предметов был достаточно сложной задачей, потому что найти, например, предметы сейчас по 19 веку оперативно, которые еще не интегрированы в музейный фонд, очень и очень сложно. Покупать что-то, комплектовать музей посредством закупок тоже очень дорогая процедура и фактически невозможна. Поэтому что-то мы... те предметы, которые нам удалось получить, вот специально для этой экспозиции, что-то мы закупали, что-то мы получали в дар, это предметы вот по второй половине 20 века. В первую очередь я бы посоветовал обратить внимание на коллекцию предметов, связанных с дипломатической службой Советского Союза. Здесь представлен, в общем-то, весь период, начиная от создания в молодом советском государстве дипломатической службы и заканчивая 80-ми годами 20 века. Хорошая коллекция наград, есть интересные иностранные награды. Особенно следует, наверное, отметить награды, связанные с войнами за объединение Германии. Тема интересная, тема важная, потому что это событие второй половины 19 века в конечном счете предопределило дальнейшую судьбу мира. Фактически объединение Германии это одна из, может быть, краеугольных предпосылок и первой и второй мировой войны. Поэтому это, конечно, знаковое эпохальное событие. Хорошая коллекция музея значков, знаков отличия, предметов, связанных с деятельностью организации объединенных наций. Отдельно, наверное, все-таки бы еще раз остановился на копийных материалах из архивов Министерства иностранных дел. Почему? Это очень специализированный архив, который допускают только исследователи, и то далеко не всех. Поэтому то, что вы можете сейчас увидеть эти документы, это на самом деле большая часть и большая радость для многих простых людей. Потому что получить доступ к этим документам, еще раз повторюсь, очень и очень тяжело. В целом мы надеемся, что для посетителя получился очень интересный результат, который будет радовать и музей, и наших гостей в ближайшие 10, может быть, 12 лет. . . . Продолжение следует...